Такой не взломает даже квантовый компьютер. Такой не взломает даже квантовый компьютер, как находит скрытый и расшифровывает тайное. Журнал «Огонек» номер 19 от 20 мая 2019 года, СТР. 28. Сенсация. В Брестольском университете якобы смогли прочесть самую таинственную рукопись мира манускрипт Войнича. Огонек разобрался, как находит скрытый и расшифровывает тайное. Британский лингвист Герард Чешир удивил мир. Он утверждает, что смог прочесть легендарный манускрипт Войнича. Речь про иллюстрированный кодекс 15 века, найденный книготорговцем Уэлфридом Войничем и состоящий из 240 страниц загадочного текста с астрономическими знаками, растениями, сосудами и людьми. Правда, утверждается, что это вовсе не шифр, а текст на давно утраченном протороманском языке. Сам манускрипт представляет собой справочник по разным вопросам, в частности, по медицине и истории, составленный доминиканскими монахами для Марии Костильской, королевы Арагона. Вся рукопись целиком пока не прочитана, но Герард обещает завершить начатое. Еще в апреле он представил первые результаты на суд коллег и общественности в журнале. Остается дождаться реакции и такие сенсационные заявления звучат не в первый раз. Сергей Владимиров, автор труда по защите информации, ученый, МФТИ. Впрочем, вне зависимости от того, чем закончится история с манускриптом Войнича, можно смело констатировать, криптография сегодня на пике моды. В информационном поле то и дело всплывают новости о расшифровке таинственных посланий, а с экранов нисходят сериалы о специалистах-шифровальщиках. Сразу два таких сериала, отечественный шифр и британский код убийства, напомнили о военной и послевоенной истории криптографии. С одной из самых известных легенд того времени взлома немецкой шифровальной машины «Энигма» мы и начали разговор с ученым, МФТИ, автором труда по защите информации Сергеем Владимировым. Вы наверняка знаете про то, как британцы взломали «Энигму». Кинематографисты не устают снимать фильмы на эту тему. Достижения и правда столь выдающиеся. Как вам сказать? Некоторые считают, что благодаря взлому «Энигмы» длительность Второй мировой войны сократилась на пару лет. Напомню, что немцы использовали эту роторную машину для шифрования и расшифровки секретных сообщений, причем такие аппараты существовали у американцев, и у нас. Однако история, конечно, приобрела всемирную известность благодаря своим масштабам, количество шифровок «Энигмы» исчислялось тысячами. Приоритет в ее расшифровке принадлежит полякам-трем специалистам из Бюро шифров подразделения польской военной разведки. Сама «Энигма», по сути, представляла собой плохой полиалфавитный шифр, плохой в том смысле, что ключи соседних букв были связаны по определенным правилам в механическом устройстве и невозможно по-другому. Манускрипт Войнича – один из самых загадочных текстов в истории. Многие исследователи считают, что он зашифрован в фото – AFP. Давайте ненадолго вернемся в прошлое, когда люди впервые начали шифроваться и главное, что пытались скрыть. Насколько мне известно, самый ранний пример шифров – это древнеиндийский аналог русского домостроя, с разделом о женском календаре. Календарь был зашифрован, чтобы его не могли прочесть мужчины. Так что история криптографии насчитывает уже несколько тысяч лет. Насколько сложны были шифры древности? Судите сами, в знаменитом шифре Цезаря, изобретенным им самим, буквы сдвигались на определенное число по алфавиту. Выбирался ключ, например, число 3, а дальше вместо А оставилась третья буква В, вместо БГ и так далее. Когда варвары видели зашифрованный таким образом текст, они думали, что это просто неизвестный им язык. Но долго этот шифр не продержался, его быстро научились взламывать. Интересно, что первые криптоаналитики появились еще раньше, одним из них был Аристотель. Он догадался, как взломать шифр, созданный с помощью скиталы. Напомню, скитала представляла собой палку, на которую тонкой лентой наматывался папирус. Далее вдоль палки на намотанную ленту писался текст, и когда папирус снимался, текст сразу становился нечитаем. Просто набор буквально это еще называется геометрическим шифром, когда мы меняем не сами буквы, а их положение в тексте. Так вот Аристотель взял конус, намотал на него ленту со шифром и просто стал сдвигать ее вдоль конуса, пока не получил читабельный текст. Остроумно. Похоже на соревнования брони и снаряда. Чем лучше броня, тем бронебойнее снаряды. Совершенно верно. Например, довольно долго использовались мануалфавитные шифры, когда текст заменяется на другой согласно одному правилу. По буквенно, такой шифр применяла Мария Стюарт в своей секретной переписке. Правда, она использовала модернизированный вариант, шифровала одни и те же буквы разными символами. Однако ее переписку все равно смогли перехватить и расшифровать, а Мария поплатилась за это головой. Так что, когда мануалфавитные шифры стали совсем ненадежными, мир перешел на полиалфавитные. Допустим, для четных букв используется одно правило шифрования, а для нечетных другое. Но к началу века криптоаналитики научились взламывать большинство шифров. Главное, что нужно было угадать, насколько групп разбит нужный шифр, а затем ломать каждую из них. Наконец, настоящий прорыв случился в середине ХХ века с появлением шифрования на открытых ключах. Если до этого криптография была своего рода искусством, то затем началась эра науки и математики. Надо было брать пример с Ленина, он, как известно, вообще писал молоком. А это уже стиганография, или искусство скрытого письма. Когда речь не столько про шифр, сколько про то, чтобы скрыть некий текст. Стиганографию тоже применяли в далекой древности, правда, необычно. На бритой голове раба писали сообщение, дожидались, пока волосы у него отрастут, и отправляли к адресату. Желательно, чтобы раб при этом еще был немым и не мог выдать своего секрета. Как устроена квантовая криптография? Я не утверждаю, что это именно так. Но тут встают и чисто математические сложности. Например, для полноценной расшифровки нужен большой объем текста. Если его не хватает, ничего не получится. Или еще одна интересная проблема соотношения длины ключа и длины текста. Если в манускрипте воинича один ключ на всю книгу, тогда расшифровка возможна. Если же на каждой странице использовался свой ключ, дело безнадежное. Наконец, помните, что это просто игра, никаких экономических или военных плюсов расшифровка этого манускрипта не принесет. А значит, вполне вероятно, что за него не брались всерьез. Выходит, шифр, который нельзя расшифровать, все же существует. Конечно, например, шифроблокноты, их до сих пор используются дипломатами. Это такие блокноты, которые прошиты с четырех сторон особыми нитками. На каждой странице цифры, они являются ключом. Когда нужно зашифровать текст, берутся цифры с первой страницы, текст с их помощью зашифровывается, а затем страница срывается и сжигается. После шифровка пересылается адресату. У адресата есть точно такой же шифроблокнот с таким же ключом на нужной странице. С его помощью он и расшифровывает сообщение. Все. Идея шифроблокнота в том, что длина ключа, с помощью которого зашифровано сообщение, равна длине текста. При этом если ключ выбран случайно, то текст невозможно взломать при условии, что каждая буква шифруется по отдельности и никакой ключ не используется два раза. Такой не взломает даже квантовый компьютер. Точнее, способ взлома все-таки есть. Его еще называют метод утюга и паяльника. Но это уже другая история. Один из основателей современной криптографии, американский математик Клод Шинон, некогда придумал способ измерить то, насколько шифр надежен, с помощью теории вероятности. Так вот Шинон доказал, что шифроблокнот абсолютно надежный шифр. Никакими математическими методами его не взломать. Ключи эпохи интернета. А насколько современная криптография приблизилась к таким вот идеальным шифрам? Можно сказать, подошла вплотную. Смотрите, сейчас криптография строится на двух китах той самой симметричной криптографии и криптографии на открытых ключах. Ну, например, симметричная криптография в основе современных гостандартов шифрования. Сам ключ сегодня представляет собой большую формулу, по сути, с десяток страниц текста, описывающего процесс шифрования. Но, конечно, криптографы думают над тем, как сделать этот ключ меньше и при этом столь жестоким к взлому. Это развитие идеи американца Кладаша Нона, попытка придумать алгоритм, когда маленький ключ может так замешать и запутать текст, что его нельзя прочитать, и где такое шифрование применяется. Да, в общем, везде, просто в разных видах. Ну, например, в сотовой связи, когда ваш телефон вырабатывает ключи для связи с сотовой вышкой. Или при подключении монитора к компьютеру они общаются друг с другом по зашифрованному каналу. Это было сделано для того, чтобы пираты не могли скопировать видеосигнал. Почему Россия не выучила ураки компьютерной эпохи и как от этого страдает экономика? Давайте я коротко напомню, как работает такое шифрование. Мы шифруем информацию открытым ключом, а расшифровываем закрытым. При этом открытый ключ не составляет никакой тайны, то есть зашифровать сообщение с его помощью может любой. Но вот расшифровать может только получатель, у которого есть второй, закрытый, ключ. Плюс этой технологии в том, что для нее можно использовать открытые каналы связи, например интернет или мессенджеры. Правильно ли я понимаю, что блокчейн основан на той же технологии? Да, там используется криптография открытого ключа и немного симметричного шифрования. Например, чтобы перевести деньги с кошелька на кошелек, вы должны создать транзакцию и подписать ее своим открытым ключом. Но если мы вспомним алгоритм майнинга биткоинов, то он несколько другой. Майнинг состоит в том, что вы перебираете числа одно за другим, применяете к ним криптографическую функцию и смотрите, что получилось на выходе. Как только на выходе получается число с определенным количеством нулей ура, вы откопали монетку. Для чего здесь нужна криптографическая функция? Очень просто, для того, чтобы процесс нельзя было провернуть назад, узнать исходное число и майнить столько, сколько хочешь. Так вот здесь уже используется симметричное шифрование. Все равно как-то не верится, что все это нельзя взломать. Почему же нельзя? Бывают так называемые бэкдоры-лазейки, которые оставляют разработчики тех или иных криптографических средств. Квантовая криптография – перспективное направление, но с ней связано еще много нерешенных инженерных проблем фото. Давайте перейдем к квантовым компьютерам. Говорят, они скоро смогут расколоть любой шифр. Не верите? Не в ближайшие лет пять точно. Чтобы квантовый компьютер смог расшифровать более или менее длинный код, зашифрованный открытым ключом, ему понадобится объем, скажем, в 2000 кубитов. Это элементы для хранения информации в квантовом компьютере, О. А сегодня успешно строят компьютеры примерно в 15 кубитов. Пока эта инженерная проблема не преодолена, квантовый компьютер неэффективен. К тому же сейчас мир переходит на шифрование с помощью эллиптических кривых, а не для квантового компьютера и вовсе крепкий орешек. Объясняю, как это работает. Представьте, что мы можем складывать точки на параболе как числа или даже умножать их на целые числа. В таком случае можно узнать, какая точка была в начале, какую точку мы получили в конце. Но быстро понять, на какое число ее умножили, очень трудно. Это чисто математическая проблема и лежит в основе эллиптической криптографии. Так вот, квантовый компьютер сможет разве что сократить перебор вариантов на сколько-то порядков. Но если ключ сам по себе длинный, это бесполезно. Какие же тогда перспективы у криптографии? Как будем шифроваться в ближайшем будущем? В целом современная криптография переходит в прикладную область. Создание не просто шифров, а правил их использования. Например, у вас есть сервер социальной сети, вы как пользователь пытаетесь к нему обратиться. Но где гарантия, что это не копия сервера, созданная злоумышленниками? Есть различные способы решения этой проблемы. Допустим, организация доверенных серверов. Над этим и думаем. Что же касается перспектив. К примеру, есть большой математический вызов, решение нелинейных уравнений в дискретном поле. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но лишь отмечу, что, если их научатся быстро решать, симметричная криптография пойдет такие шифры смогут легко взламывать. Беседовал Кирилл Журенков.